МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Равнение на право фланговых. Курсанты Серпуховского филиала военной академии РВСН готовятся к параду Победы на Красной площади. Проходишь по Красной площади и чувствуешь, может быть, то же самое, что чувствовали когда-то в 45-м году, те, кто пошли на параде Победы. Лучшие ученые и педагоги России приехали в Серпухов поделиться своим опытом и новыми проектами. Научно-практическая конференция, без сомнения, способствует повышению деловой активности образовательных организаций. Глава Серпухова Дмитрий Жариков проинспектировал ход выполнения работ, проводимых в рамках месячника по благоустройству. Вместе с ним рабочий выезд совершили заместители главы, директора всех управляющих компаний, руководители контрольно-надзорных органов, дорожных служб и муниципальных предприятий сферы ЖКХ. Объезд занял несколько часов. За это время инспекция посетила как центр города, так и удаленные от него микрорайоны. Основной акцент был сделан на качестве уборки городских территорий и содержания дорог. В настоящее время в рамках месячника благоустройства продолжается ямочный ремонт дорожного покрытия. Он продлится до конца месяца. Планируется отремонтировать около 500 квадратных метров дорожного покрытия. Это примерно ремонт тысяч выбоин. Далее дорожники приступят к капитальному ремонту. Во время проверки глава города дал несколько особых поручений. Одно из них – наведение порядка в городском бару. Еще одна точка – автомобильный мост через Нару в районе улицы Оборонной. Дмитрий Жариков подчеркнул необходимость приведения асфальтового покрытия на этом объекте в надлежащее состояние. Строительство моста через Нару на улице Обороны началось в 92-м году и до сих пор объект не сдан в эксплуатацию. Администрация города привлекла специализированную организацию, которая уже приступила к его обследованию. Комиссия даст полный перечень инженерных и строительных работ, необходимых для восстановления моста, которые будут выполнены в кратчайшие сроки. Посетив расположенные в зеленой зоне стадионы «Спартак» и «Старт», Дмитрий Жариков принял решение об их дополнительном финансировании. Далее, осмотрев смотровую площадку на оке и выразив недовольство ее санитарным состоянием, глава Серпухова поставил задачу установить в этом месте дополнительные контейнеры для мусора и поработать вопрос о запрете въезда автотранспорта. Для пеших прогулок, как и прежде, площадка будет открыта. Наибольшей критике глава города подверг работу коммунальных служб в части содержания автомобильных дорог, проведения яблочного ремонта, уборки мусора с газонов и обочин. По итогам объезда Дмитрий Жариков на очередном оперативном совещании дал общее указание подготовить Серпухов к празднованию Пасхи, Первомая и Дня Победы, исправив недостатки до конца месяца. Приятно отметить, когда все собственники объекта, руководители организации, учреждения начали наладить порядок на прилегающих территориях к объектам. И, конечно же, плачевно наблюдать картину, когда те территории, которые, казалось бы, день-два назад, в том числе на проведенных субботних, были проведены в надлежащий порядок, захламлены, по сути, превращены в мусорную полигоду. На заседании правительства Московской области были подведены промежуточные итоги работы Серпухова за первый квартал текущего года. Для главы Дмитрия Жарикова заседание стало в своем роде некоторым откровением. Серпухов в рейтинге по итогам работы за 2015 год занимал 20-е место. Как сейчас ведется работа муниципалитета и какие первоочередные задачи были поставлены на 2016 год, смотрите далее. Оперативное совещание Дмитрий Жариков начал с болезненного вопроса заседания правительства Московской области, на котором глава выслушал жалобы от своих коллег. Несовпадение цифр в предоставленных отчетах только одна из них. За каждым закрепляется персональная ответственность за порученное дело. Как говорили классики, у каждой ошибки, у каждой проблемы, у каждой аварии есть фамилия, имя, отчество. На заседании правительства губернатор Андрей Воробьев заслушал экономический блок. Был представлен и план первоочередных мероприятий по выводу экономики области на новый качественный уровень. Приложить региональный план на городскую экономику для Серпухова сейчас задача номер один. Этот проект должен стать не только настольной книгой для всех руководителей структурных подразделений администрации, но и неукоснительно принят к исполнению. Поддержка предпринимательства, снижение административных барьеров, сокращение безработицы, социальная эффективность, бюджетных расходов, пять главных стратегических приоритетов, еще одна важная сфера – жилищно-коммунальное хозяйство. Это обеспечение не менее двух видов работ при проведении капитального ремонта от 25% запланированных к ремонту многоквартирных домов. Социальная поддержка граждан – не менее важная сфера плана по развитию экономики Серпухова. Программа расселения жильцов из ветхого жилого фонда неукоснительно выполняется. Не забыли и про обманутых дольщиков. В данном случае у нас также разработаны дорожные карты, которые совместно с центральным государственной властей и соседних муниципальных образований исполняются. Администрация города оказывает содействие открытию торговых объектов, подмосковный фермер, созданию социально-торговой сети и проведению ярмарок ценопадов. В первую очередь ожидаем результаты этого удовлетворения потребностей населения в сельскохозяйственной продукции и товарами по сниженным ценам. За счет небюджетных источников финансирования будет создан индустриальный парк на территории бывшего предприятия «Холдинг» «Серпуховский текстиль», что существенно улучшит сферу промышленности. План по экономическому развитию Серпухова будет дополнен еще одним пунктом – предоставление льгот для социально-ориентированных предпринимателей и расширение льгот для местных товаропроизводителей. 9 мая курсанты и офицеры Серпуховского филиала Военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого в шестой раз примут участие в параде на Красной площади. Подготовка к парадному маршу подходит к завершению. На учебном плацу побывала наша съемочная группа. Возможность пройти по главной площади страны в рядах марша победы есть у каждого курсанта Серпуховского филиала Военной академии ракетных войск имени Петра Великого. Главные условия при отборе – хорошая успеваемость, надежные морально-деловые качества и хорошая физическая подготовка. Потомственные военные братья Владимир и Денис Ржановы знают, как нелегко дается чеканный шаг. Участвуем не первый раз. Все равно это частая подготовка, физические нагрузки, эмоциональные. Также ощущение того, что перед нами предстоит, это ответственное мероприятие. Конечно, сложно для начала. Четкое исполнение команд и синхронность движений – это результат огромной работы. Еще 1 октября на территории училища началась одиночная строевая подготовка, затем слаживание рот и батальона. С 25 марта проводится совместная тренировка парадных расчетов пешей колонны механизированной и воздушных сил на полигоне Валабина. Физически, конечно, этот этап достаточно сложный, поскольку курсанты, участники парадов, стоят полчетвертого, принимают пищу, получают оружие. И ориентировочно в 6 часов утра мы начинаем марш на Алабинский полигон. С каждым годом количество участников парада изменяется с таким расчетом, чтобы каждый курсант за время учебы хотя бы один раз принял участие в параде победы. Однако после тренировок вряд ли кто отличит новичка от опытного курсанта. В парадном строю они равны. На всех одна команда, 120 шагов в минуту и огромная моральная ответственность. Это чувство гордости, патриотизма, гордости за страну, за службу в ракетных войсках, стратегического назначения. Эмоции, которые просто непередательны, когда проходишь по Красной площади и чувствуешь, может быть, то же самое, что чувствовали когда-то в 45-м году те, кто пошли на параде победы. В параде победы на Красной площади в Москве в этом году примут участие 16 офицеров и 600 курсантов Серпуховского филиала военной академии Петра Великого. Третий год подряд вместе с ними проходят подготовку две роты курсантов Балтийского высшего военно-морского института имени адмирала Ушакова. Это большая честь как для военного института, так и для города. После выполнения своей задачи на параде победы в Москве курсанты-ракетчики и моряки-балтийцы вернутся в Серпухов и пройдут парадным маршем от площади Ленина по улице Советской до здания администрации города, где по традиции состоится чествование ветеранов Великой Отечественной войны. Елена Киселева, Данил Белинов, Ольга Волкова, Общественное телевидение Серпухов. Предстоящую субботу 23 апреля в Серпухове, как и по всему Подмосковью, пройдет областной субботник «Чистый двор. Чистая совесть». Он станет завершающим этапом месячника по благоустройству и уборке городских территорий. В областном субботнике 23 апреля примут участие коллективы городских предприятий и учреждений, общественные организации, сотрудники администрации, депутаты городского совета и просто небезразличные к родному городу жители. Всех неравнодушных серпуховичей приглашают 23 апреля принять участие в общегородской уборке, чтобы сделать родной город чище и красивей. Для жителей микрорайонов будут организованы пункты выдачи инвентаря в шаговой доступности от места проживания. Места их выдачи и телефоны управляющих компаний размещены на официальном сайте администрации города. За уточнением информации можно обращаться в Комитет по благоустройству. Телефон 39 59 68. В Серпухове состоялось открытие шестой Всероссийской научно-практической конференции «Современное непрерывное образование и инновационное развитие». Мероприятие, ставшее уже традиционным, ежегодно набирает сотни участников. Среди его организаторов – Министерство образования Московской области, Институт инженерной физики, крупнейшие учебные центры. Перед началом официальной части гости смогли ознакомиться с презентациями серпуховских учебных заведений. На стендах – инновационные программы обучения, научная литература и достижения наших специалистов за последний год. Из 85 регионов России на сегодняшний момент не сформировалась вот та сеть опорных региональных вузов, которые на самом деле решают задачи, непосредственно значимые для региона. И вот именно конференция, которая сегодня рассматривает вопросы современного непрерывного образования и инновационного развития, именно в конкретном регионе, где мы с вами находимся, подчеркивает еще раз ту важность и актуальность того, что мы с вами сегодня здесь на мероприятии хотим увидеть. В ходе конференции педагоги познакомятся с новейшими течениями в современном образовании. Свои наработки представят ведущие специалисты области, преподаватели федеральных вузов и ученые, чей опыт уже успел зарекомендовать себя. Наша научно-практическая конференция, без сомнения, способствует повышению деловой активности образовательных организаций и создает условия для конструктивного диалога, для обмена опытом между специалистами по вопросам и проблемам непрерывного образования. В рамках конференции почетными грамотами за активное участие в инновационной и экспериментальной деятельности образовательных учреждений были награждены выдающиеся педагоги и научные деятели города. Пленарные заседания продлятся в течение всего дня, а итоги мероприятия подведут уже вечером. И на сегодня это все. Наши новости вы можете посмотреть на сайте ОТВ Серпухов и на официальном сайте администрации города. Ваших сообщений мы ждем по телефону 128 101 и 128 151. С вами была Ирина Акимушкина. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова